Культ поход 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 В итоге остановились только на Крис и на персонажей Кира. На вашем персонаже, получается? Да, на моем персонаже. Кира — это такой персонаж, который за природу, он хочет изменить мир к лучшему. У него не всегда получается, потому что он чуть рассеянный, он всегда спешит, но он хочет, у него есть стремление, поэтому, мне кажется, у этого персонажа в реальности бы всё получилось. А Кира — одноклассница Алекса, я так понимаю, нет? Нет. Кира — это лидер пятого класса. Ой, а Алекс в каком классе учится? Восьмом. Там две параллели у нас разыгрываются, то есть что происходит на уровне восьмых классов и что происходит на уровне пятых классов. То есть восьмые, они как раз всё уже заточены на оценки, на победы, а пятый класс, он ещё романтики, они ещё хотят изменить мир. И вот Кира, она такой великовозрастный пятый класс, но на самом деле мы решили, что она не пятый класс, она постарше. И это такой современный Тимур. Но мальчика не нашлось на эту роль, поэтому появилась Кира. И я думаю, что Соня отлично справляется с этим образом. Да? Да, да. И какой он, Тимуровец, в наших дней? В наших дней? Она хоть и всегда спешит, у неё полно идей, но она пытается это как-то реализовать. Она пытается, она просит помощи у Алекса, у окружающих. Она зовёт свой класс помогать природе, садить деревья, сдавать батарейки, помогать бездомным животным. Вот. Это её призвание в мире, мне кажется. Это очень хороший персонаж. Да. А как Кира вообще с Алексом познакомилась? То есть они были знакомы вот до этой трагической истории в жизни Алекса? Да, да, да. Были? То есть школьники общались? Школьники общались, мы пересекались, и есть сцена, в которой я прошу Алекса, чтобы он помог нам садить деревья, потому что он лидер школы, и он... За ним пойдут, конечно. Да, за ним пойдут, и я его прошу, а он отказывается, потому что у него уроки. Он же сосредоточен на оценках, ему это важнее. Если бы, мне кажется, Алекс тогда пошёл садить с нами деревья, не произошло бы этой аварии, не произошло бы катастрофы. Вот. Поэтому садите деревья всегда. Да, очень интересно про других героев. Я сказала, послушай, девочки, расскажите, пожалуйста. Так, кто... Мы вообще как лучше? То есть мы пойдём вот так вот по порядку, или мы всё-таки сейчас к Крис обратимся? Или Крис мы оставим на сладкое, что называется? Давайте, раз уж мы Крису помянули тут, и с тобой о ней поговорили. Ну, как вы уже слышали, я играю альтернативу главного героя Крис. Это девочка, у которой всё есть. Она побывала в множество странах. Она пример для подражания. Но мы можем увидеть, как дети перебегают к ней от Алекса, потому что у неё больше возможностей. Она общается со звёздами. У неё какие-то тусовки. И потом так получается, что дети это осознают. Но это вы уже увидите в мюзикле. Это в мюзикле всё будет. А правильно я понимаю, что Крис в школе появляется как раз в тот момент, когда у Алекса случается... Да, она приехала из стажировки с Америки. Ага, приехала, вернулась из стажировки и пришла в школу. А вам вообще, Диан, не было, не знаю, неприятно, например, играть этого персонажа? То есть я так понимаю, что это такая избалованная немножко девочка, наверное. И она привыкла, что она распоряжается, да, даёт какие-то указания, может быть, одноклассникам. И они там, да, как-то вот смотрят так на неё снизу вверх. Вам не было неприятно играть такого персонажа? Каждая роль важна, и я считаю, что раз досталась такая роль, нужно принимать её тоже с уважением. Ну, Диана тоже хорошо справляется. У неё вообще вокальная самая сложная партия. То есть вот в мюзикле намешано столько стилей вокальных, но они все сплетены вот в одно либретто, и это тоже особо отличает наш мюзикл. Я вот хотела сказать, что он сделан по классическим канонам бродвейского мюзикла. Нас даже консультировал человек, который три года играл в бродвейских мюзиклах. Значит, в Нью-Йорке, а потом он работал в Канаде. И, в общем, тут много кто вложился. И композиторы, и режиссёры, и художники. И вот у Криса у неё такая рэпевая часть. Она там и танцует, и поёт, и скорость у неё 128, да, ритм 128, вот в который она должна вложиться. И есть классические партии, и есть, значит, хип-хоповые такие партии. Ну, вот когда вы придёте, вы всё это увидите. И дети всё это делают сами. То есть это не какие-то там приглашённые звёзды музыкальных школ. Это дети, которые выросли в театре из обычных школ. Они научились петь ради этой роли, да, научились танцевать. Мы брали уроки там по хип-хопу, по брейк-дансу. Приглашали консультантов, несмотря на то, что у нас есть свой балетмейстер, хореограф, постановщик. Вот. И у Криса у неё технически самая сложная партия. То есть она быстро двигается и быстро поёт. Вот вы придёте, вы увидите. Да, эмоционально, мне кажется, это очень сложно. Как вот ситуации, когда Алекс возвращается, я так понимаю, да, уже возвращается там в новом каком-то своём качестве, в новой роли. Он же опять, я так понимаю, перетягивает на себя всех своих друзей. И Крис, получается, остаётся одна. Да-да, ещё там пятый класс бежит и кричит «Долой, Крис!». Да, но в конце Крис осознаёт, что она была не права, она понимает всю свою суть, что ей тоже, может, надо помогать остальным, и она тоже переходит к Алексу. Ну, в общем, Алекс-то такой, он, знаете, принимает всех таким, какие они есть в конце, там, всем протягивает руку. Понятие «простить» такое. Да, понятие «простить», такой мудрый прямо, да. Так, есть ещё один персонаж, который Алекс поддерживал, как я понимаю, да, вот в этой ситуации непростой его жизненной. Это Маша. Это Яна играет, да, Машу? Да, я играю Машу. Мария – это очень добрая девочка, которая просто обожает всем помогать. Она помогает Алексу выйти из депрессивного состояния и вступить вот в это общество добрых дел. Она искренне не понимает, почему Алекса бросили все его друзья, но решает ему помочь самостоятельно. А Маша – одноклассница Алекса или просто его друг? Да, она одноклассница Алекса. Там, знаете, так закручивается сюжет. В общем, в школу приходят двое новеньких девчонок из другого города, и он на них там кидает взоры. А есть две, которые влюблены давно, одна из них Маша. И он их как будто не замечает. Там есть целая… Ну, это очень, между прочим, такая распространённая история. У нас ещё, знаете, видеоряды там сняты, целая киношка снята. То есть мы вот снимались в школе, вы увидите, это просто здорово будет, если всё будет хорошо. Вот. И, соответственно, Маша, как бы для него ноль без палочки. Но потом, когда всё это происходит, все показывают своё истинное лицо, и Маша, она единственная, кто борется за то, что надо к Алексу сходить, надо ему написать, надо позвонить. И она вот такая слабая, но она противостоит всему классу. И, как говорит наш режиссёр, у нас потрясающий режиссёр в этот раз, режиссёр-постановщика Владимир Соболев, он говорит, слушайте, ну у нас спектакль-то не про Алекса, а про Машу, получается. Про Святую Марию, которая такая вот ресурсная оказалась, да, и смогла сильному помочь. Ну, здорово, что у вас съёмки, я так понимаю, в школе были. Всё так связано с реальной жизнью. Вопрос к девочкам, да. Были ли такие моменты, когда вы для своих персонажей, может быть, подыскивали каких-то одноклассников, знакомых, или каких-то ситуаций, прямо вот списывали роль? Помогало это? У нас в классе нет таких девочек, как Кира. Не обязательно целиком, да, может быть, какая-то речь, может быть, какие-то жесты, может быть, что-то считывали. Ну, возможно, я взяла пару жестов с отличницей нашей. Потому что больше не с кого. Все остальные девочки пытаются как-то... Больше похоже на Крис, чем на Киру. Никто не заботится о природе, да и, в принципе, никто об этом не задумывается. Опять же, всем важны оценки. Ну вот, Веру Геннадьевну, давайте спросим, она же Даша. Она же педагог. Да, она же педагог. Вот ей-то мы долго искали образы, говорили, и посмотри, вот доживём до понедельника, и большую перемену. Давай, вживайся. Даша, расскажи. Да, вот учитель, это молодой учитель, я так понимаю, да? Ну, молодой, средний. 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 Вы классный руководитель или классный руководитель, Вера Геннадьевна? Да. Я искала, присматривалась к учителям своей школы, нашла учителя, учителя математики, переняла я все привычки, даже стала одеваться, как она. У меня костюм очень похож на неё. А специально этот костюм подбирали? Нет. Оказалось, что шили. Но я ещё не знала, какой у меня костюм будет, и это казалось очень... Близко, да? Близко очень, да. Так, и какая она героиня ваша? Вера Геннадьевна. Она тоже очень добрая, тоже хотела помочь Алексу, как Маше. Вот у неё есть позиция взрослого именно, какой-то иерархии над ребятами. Она вообще классный руководитель, она понимает, что происходит вообще вот в классе, в этой ситуации, да, что от Алекса все отворачиваются, и она пытается помочь ему как-то, да? А вот и нет. А вот и нет? А вот и нет, да. Учитель, конечно, главная роль, но здесь вот, смотрите, здесь как раз ирония. Она первая приносит весть о том, что вот случилось с Алексом, и она просит поддержать ребят Алекса. И дальше вот это вот происходит тушевание, да, там, не пойдём к нему, потому что мне надо туда, а мне надо сюда. Вот. И учитель, он всё время так эпизодически появляется практически в каждой сцене, и он как бы держит спектакль, да, такой стержень, на котором... Но она не показывает вот эти отношения, то есть отношенческой личной её позиции нет. А как вообще Вера Геннадьевна, как относится к Алексу? То есть она любила, но ведь Алекс... Да с любовью, конечно. Алекс лидер классу, это помощник, мне кажется, классного руководителя. Во-вторых, ведь есть такая вещь, как аттестация у учителей. И чем больше хороших учеников с хорошими оценками и достижениями, да, тем легче классного руководителя. Вот, поэтому отношение её понятно и очевидно. Конечно, она Алекса любит и уважает, но как бы явно не выражает свою позицию. То есть она не устраивает разборки, почему Криса не Алекс, она не протягивает никому руку, никого не побуждает никуда идти. То есть вот вы увидите, как дети, они делают этот выбор. То есть вот ценности... Дети сами организовались, получается. Да, да, да. Так это очень грамотная позиция учителя. Так вот именно. То есть учитель отстранился немножечко и наблюдает так, да? А чему в человеческом плане я детей успела научить, как классный руководитель? Да. Самое-то интересное, что с неё спектакль начинается, он ей заканчивается. И она там в конце скажет такую, знаете, фразу сакральную. Урок усвоен, урок окончен. Ну, то есть кто что усвоил? Как-то жёстко, слушайте, да? А Вера Геннадьевна тоже поёт. О, она поёт больше всех. Их очень хорошо поёт. Так, ну давайте уже петь. Да. Давайте петь. Просим. Мы сейчас представим финальную нашу композицию, когда вот Алекс вернулся, и уже финал. Да, готовы? Да. Три-четыре. Вы слышали, Алекс вернулся, он так изменился и вырос. И все, кто от него отвернулся, сейчас им печально и стыдно. Наш Алекс придумал движение, мы вместе и мы делаем дело. На помощь приходим туда, где ваши сердца чествели. Мы вместе, мы сила, движение детства. Мы те, кто меняет, путь от ума к сердцу. Мы взгляд поколения, и мы меняем планету. Наш метод — любовь, и вы нам доверьтесь в этом. Наш метод — любовь, и вы нам доверьтесь в этом. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот девчачьи партии вообще отлично просто звучат, но и мальчики тоже поют, да? Да, мальчики поют, конечно. А у меня, знаете, какой вопрос? А вот эта история с движением добровольческим, вот этим, да, волонтёрским, я не знаю, как движение добрых дел, да, она насколько близка каждому, каждому из наших участниц? Вы где-то вообще в своей реальной жизни чем-то подобным занимаетесь? Ну, то есть вот Кира, Кира, например, да, Софья, у вас вообще тема экологии в вашей жизни играет значительную роль или нет? Пока что нет, но в будущем я бы хотела стать волонтёром перед, например, перед девятым классом, перед одиннадцатым, перед десятым, ну, где-то уже в более взрослом возрасте, потому что тогда я буду больше осознавать, мне кажется, и больше принесу миру. Ну, сейчас пока что нету, потому что у меня совершенно нет времени. Начинается, видите? Да-да-да-да, совершенно нет времени. Я, знаете, хочу вот сказать, вот у нас сегодня в эфире должен был быть там молодой человек, который у нас Ван Гога играет, его зовут. А Ван Гог это кто? Это Иван, Ван Гог это друг Алекса, у нас есть там Ван Гог, Кегля, у них есть... Да-да-да, ну, вы придёте на спектакль, вы всё увидите. Да-да-да. Так. И вот Иван у нас не пришёл по одной такой простой причине, потому что они собирают пластиковые бутылки, то есть у них вот акция в школе по сбору пластиковых бутылок и упаковке, и он за всё за это ответственен, и он как раз лидер этого движения. Перед этим они батарейки собирали, а потом они ещё, у них есть такой проект «Прокачай школу». А, я знаю, да, про этот проект, мы про него рассказывали, да. И он говорит, вот, Екатерина Волославовна, вот или настоящие, или в эфир. Ток-шоу тоже на экологическую тему «Прокачаем школы», они рассуждают о том, почему важно сортировать мусор, кто виноват в том, что в городе грязно. Вот-вот-вот. И вот он как раз там лидер вот в своей школе по этому направлению, поэтому ему очень близко, то, что мы играем. Вот тема экологии получается. Да, тема экологии. Ну, и в принципе, вот Даша из этой же школы, да, Даша? Расскажи, как идёт проект у вас. Из этой же, это из какой? Из 66-й. А, так это Нововятск. Да, Нововятск. Мы собрали более 300 батареек. Нет, больше даже. 300. 3000. И люди приходят и говорят, а вот мы копим батарейки, мы не знаем, куда их девать. Мы устроили такую акцию, потому что экология. Подождите, а в Нововятске, я прошу прощения, просто в Кирове-то вот эти киоски по продаже воды, ключ здоровья, на них везде ящики есть. А в Нововятске, по-моему, киосков нет, потому что там вода чисто из-под крана бежит. Всё понятно, почему у вас такая потребность возникла. Сергей Михайлович, по-моему, завод директора вашей школы, да, он вот как раз рассказывал, мы когда созванивались, что родители спрашивают, мы прямо, говорит, вот сидим и ждём, куда принести тот мусор, те отходы, которые подлежат переработке. Ну вот Ваня говорил, что они за один день собрали 5800 пластиковых бутылок, упаковали это всё, и даже где-то фотографии есть, да, в том числе у Сергея Михайловича в сетях. И это очень важно, что школа, не словом, а делом, да, и ребёнок сегодня выбрал не попиариться пойти, а пойти доделать свои дела. Что значит попиариться? Это не попиариться. Мы тоже ведь о важной вещи рассказываем. Мы рассказываем о социальном, фактически, спектакле, да, с таким достаточно лихо закрученным сюжетом. Об этом, наверное, и в детстве мало кто задумывается, о том, что может случиться подобная трагическая история в твоей жизни, да, и придётся из неё как-то выбираться. Да. Ну, о, отлично, давайте так. Так, мы с Яной из одной школы, Кэппла. Так, Кэппл. Она в восьмом классе, я в седьмом. И у нас каждый год проходит акция по сбору макулатуры. И в этом году, точнее в прошлом уже, мы с родителями сдали 500 или 600 килограмм макулатуры. Это много. И Яна сейчас тоже может рассказать. Мы с классом тоже участвовали в волонтёрской деятельности. Мы ходили в приют к собачкам и помогали им. А какой приют? Приют называется «Улыбка собаки». Мы выгуливали, там много очень собачек, и их надо выгуливать. Вот это, кстати, такая проблема, да, о которой мы тоже как-то в эфире говорили. Есть вот эти приюты для бездомных, безнадзорных животных, и вроде взрослые обычно говорят, что вот в этой ситуации надо денег дать там на еду этим животным и прочее. А там ведь есть такая потребность, эти собаки, они в вольерах сидят, да? Да. И они просто погулять не могут. А собака, она же любит бегать. И вот очень любят, да, в этих приютах, когда приезжают волонтёры, просто погулять с собаками. Я заметила, что некоторые собачки, у них есть очень тяжёлая судьба. То есть вот я помню, была собачка очень зашуганная, она так боялась людей, её невозможно было просто достать из этой клетки, она всё время куда-то пряталась, убегала. Но, таким, у неё непростая была биография её собачья. Её хозяева её избивали, а потом бросили. Бедная собака. В общем, на самом деле, как бы отсыл у нас, вот это детское движение добрых дел идёт к всероссийскому движению школьников. Ну, к популяризации, по крайней мере, этого направления. И посмотрим, как мы сумеем пробудить зрителя. Но мне кажется, это важно в современном мире. На самом деле, даже если вот не российское движение школьников, ну, видите, вот огромное количество каких-то небольших вроде бы дел, в которых ты успеваешь поучаствовать за свою такую ещё короткую жизнь детскую, ещё только-только вы начинаете становиться взрослыми, только начинаете задумываться о каких-то важных вещах. И уже есть возможность как-то себя проявить. Мы сейчас обратимся к Диане, да? А вот Крис, ваш персонаж, она как-то вот участвовала в каких-то таких благотворительных вещах? Или она вся в себе, вот в поездках, стажировках каких-то заграничных? Если по мюзиклу, то она нигде не участвовала. То есть для неё главное звёзды, какие-то брендовые одежды, тусовки, компания, и чтобы было всё по кайфу. То есть кому-то, между прочим, по кайфу добрыми делами заниматься. Да, кому-то да. И это, кстати, удивительно, потому что мне-то казалось, что в заграничных школах сейчас тоже это очень распространяется, вот это вовлечение детей в какие-то такие социально важные, может быть, ответственные вещи. У них, может быть, это даже больше развито, чем у нас, потому что у нас был такой перерыв, да? Вот там 90-е, начало 2000-х, когда были сложные экономические времена, немножко вот не до этого было детям в школе, и учителям, и родителям, наверное, тоже. А вы, Диан, сами по себе чем занимаетесь? Ну, в году 17-м вроде бы я писала сочинение, если бы я был президентом, там как раз отрагивалась тема экологии, что нужно создать разные заводы, которые будут перерабатывать как раз вот эти все вещества, которые остаются. И я попала в Питер на саму программу с этим сочинением, и там представляла вот этот проект. Вот этот проект. Да, и также каждый год собираем макулатуру в моей школе осенью и весной. Какая школа? 27-я. 27-я школа. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, через полторы минуты вернёмся к нашим гостям, продолжим говорить о мюзикле «Звезда» и знакомиться с исполнителями «Орлей». О мюзикле для детей и взрослых «Звезда» говорим сегодня с нашими гостями Екатерина Орешкович, Дарья Чистякова, Яна Петрунёва, Софья Ардашева, Диана Золотова. В нашей студии исполнительницы «Орлей» в этом мюзикле мы говорили о социальной важности, каких-то проектов, которые делают школьники. И мюзикл-то, в принципе, тоже об этом. Как социально важный проект вытаскивает, можно сказать, подростка из очень сложной, трагической ситуации, которая случилась в его жизни. Ну, у нас после перерыва традиционное время розыгрыша призов. Я напомню сейчас нашим слушателям, что мы разыгрываем. 211-101, наш номер телефона, я напоминаю, да, что у нас осталось с прошлого часа. Ну, конечно, пригласительный в Кировский драматический театр на премьерный спектакль «Тайна замка Рейвенскрофт», «Ограничение 16+,» 28 ноября в 17 часов. Евгений Бабушкин, книги от магазина «Читай город», «Пьяные птицы, веселые волки» 18+, «Любовь Баринова, Ева» 16+, «Ирина Фуфаева», «Как называются женщины», «Феминитивы», «История устройства конкуренции» 12+. Это книжка, напоминаю, «Читай город», предлагает эти и другие книги, вы их можете купить по адресам «Преображенская 65», «Торговый центр театро» и «Ленина 103а», «Торговый центр Крым». Ну и разумеется, разумеется. Не забыла, да. Я помню, конечно. О котором мы сегодня говорим 25 ноября в 19.00 в драмтеатре. А пригласительный на двух человек вы также можете сегодня выиграть. Ограничение 6+. Итак, первый вопрос. От гостей традиционно. От нас, да? Ну, раз мы детский музыкальный театр, который любит очень мюзиклы, мы зададим вопрос, конечно же, про мюзикл. Скажите, пожалуйста, какой первый российский мюзикл вышел на экраны советского кино? Даже подсказку даю. Советского кино. То есть кино, не на театральной сцене. Да, кино. Есть три варианта ответа. Могу предложить. Веселые ребята, карнавальная ночь и светлый путь. Уже есть звонок. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, отвечайте. Может быть, веселые ребята? И это правильный ответ. 1934 год. Веселые ребята. Первые попытки в яблочко попадают. Мы вас поздравляем, Наталья. Что бы вы хотели получить? Билеты в театр. В какой? В грамматический театр. В какой театр? Да, конечно, в технический. В грамматический театр. А 25-е на сколько часов? Подождите, подождите. На два билета. Вот сейчас у нас два билета в драматический театр. Мы поняли, что на одной площадке же оба спектакля. Конечно, конечно. 25 ноября человек хочет получить билеты. Вы на везду хотите пойти на мюзикл? А во сколько звезда будет? В 19 часов. В 19 часов. Да, давайте на 28-е. Так, на 28-е. Тайна замка Ревенскрофт все-таки. Хорошо. Ну, это прекрасно, что у нас остаются билеты сейчас еще на музыкальный спектакль, на мюзикл. 25 ноября, 19 часов, драматический театр, ограничение 6+. Так, вопросы я задаю, получается, да? Мы вас поздравляем. Да, всего доброго. Спасибо. Сейчас вопрос от нашей ведущей Анны Лучшиной. От меня вопрос. Хорошо. Значит, мы в прошлом часе разговаривали как раз про спектакль «Тайна замка Ревенскрофт». Нам рассказывали Евгений Ланцов и Андрей Скальный. И назвали автора этой пьесы, по которой будет поставлен спектакль. Зовут его Дон Нигра. Ему уже 72 года. Там какое-то огромное количество пьес. Называли наши гости 700. По-моему, пьесу он написал за время своей жизни. Живет этот человек, естественно, в Америке. Но у него, помимо вот этой детективной пьесы, огромное количество циклов. По истории Соединенных Штатов есть цикл. Пьесы о художниках, об искусстве у него есть. Про Иронима, Босха, Ван Гога, Пикассо и других авторов он писал. И, кроме того, у него есть цикл. Российский, так называемый, цикл пьес. И я попрошу того, кто к нам позвонит, сейчас назвать хотя бы нескольких авторов российских, русских авторов, я бы сказала, да, о которых есть пьеса у Дона Нигра. 211-101. Очень просто искать, между прочим, Дон Нигра. Ждем? Ждем, но мы будем ждать очень долго. Нет, мы уже не будем ждать, у нас уже есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Андрей, Андрей. Андрей, наверное, и знает, он даже не подсматривал, я подозреваю. Ну, кое-что знаю. Так. Ну, давайте, нескольких назовем хотя бы, о ком? Ну, рыбак озера Тьмы, Толстой. Так. Эмоциональная память Чечехов. Так. Ну, могу название пьесы еще назвать. Давайте. Давайте. Пушкин, Гоголь, Распутин, Модельштам. А, вот. Смотрите. Отлично. Спасибо большое, Андрей. Что вы выбираете? Книжку о феминитивах. Книжку о феминитивах. О, поздравляю. Наконец-то эта книжка разыграна. Уходит книга Андрея. Но Андрей у нас всегда выбирает книги. Да, Андрей. Андрей, спасибо большое вам за правильный ответ. Поздравляю. Поздравляем. На самом деле, я вот просто пытаюсь понять. Мы успеем еще задать один вопрос, но я очень боюсь, что если мы будем гадать, мы, наверное, не успеем сказать еще несколько важных вещей об этом спектакле. Во-первых, я хотела спросить, что будет с ним дальше. То есть вот показ будет 25-го числа мюзикла на сцене драматического театра. Это единственная возможность вообще увидеть труд детей, вот этот вот, и как они поют, послушать и узнать, чем закончится история. Или нет? Ну, мы надеемся, что у нас будет возможность еще сыграть этот мюзикл. Вообще, как бы, детский мюзикл отличается от взрослого тем, что, а, дети растут, дети меняются. Состав, если меняется, то меняется и постановка, да? Но в планах весной еще сыграть в апреле месяце эту постановку, и летом свозить ее на гастроли, как мы обычно делаем на Черноморское побережье. Ну, в Кирове, если будет запрос, и если не будет вот таких сложностей, и дальше с нашей эпидемиологической обстановкой, то, конечно, мы сыграем и в апреле, и в мае, как мы это обычно делаем, по учебному году. Вопрос площадки, но это обязательно будет театр, и обязательно большой. Вот видите, это большой тоже когда-нибудь будет, да? Ну, я имею в виду, что это будет большая сцена, и билеты будут в продаже. Что касается 25-го, ну, я считаю, что это просто подвиг, да, вот к этому моменту суметь управлять всеми обстоятельствами, и суметь там поставить спектакль, и чтобы труппа была в условно-постоянном составе, да, и наполнить зал. Я вот, кстати, вообще удивилась, как вы смогли справиться, то есть тут помимо вот этих, ну, как бы стандартных историй с детьми, актерами, да, у которых школа, у которых кружки, у многих там подготовка к чему-то, да, какие-то дополнительные занятия с репетиторами, еще что-то. Плюсом к этому еще добавляется вот эта история с коронавирусом, когда у кого-то кто-то в классе заболевает, люди уходят на карантин. Это же постоянное вот такое вот какое-то, я не знаю, брожение, и каждый день ты не знаешь вообще, репетиция это сегодня будет или нет. Нет, она будет, сколько у тебя человек будет на репетиции, да, и вот, вы знаете, существует такое управление проектом, график Ганта. Вот в нашем графике Ганта еще отмечаются карантины детей, где они сидят на карантине. То есть так, у меня не будет вот этого героя сыпо, он нас репетирует по зуму, да. Это как? Это вот! Ну, то есть это, понимаете, обстоятельства времени, но на самом деле все работают над своей ролью, и я надеюсь, вы увидите вот такое качество. Правда, девчонки? Да. И может быть детей спросить, что их мотивирует, потому что у них действительно жесткий, сумасшедший график. То есть вот они учатся, кто-то у нас даже работает еще, вот кто вот уже в колледжах, да? Ну, девочек мы спросим уже после программы, потому что нам, к сожалению, уже пора заканчивать. Нет, у нас есть еще две с половиной минуты, да, и я успею еще задать свой вопрос. На самом деле вопрос будет очень простой. Есть детский писатель, очень хороший детский писатель, чьи книги, ну вот в чем-то мне напомнили фабулу вот этого вот спектакля, да, мюзикла, который будет 25 числа, мюзикл «Звезда». Это когда ребенок сталкивается с какими-то детскими трудностями и, может быть, взрослыми трудностями, преодолевает их, да, и преодолевает их именно через то, что он сам начинает делать какие-то добрые дела и кому-то помогать. Я прошу назвать имя этого детского писателя. Это Владислав Крапивин, это Кир Булучев или это Леонид Дьяконов. И у нас уже есть звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Да, Игорь. Очень приятно, что с вами позвонил, дозвонился. Так, три варианта, да? Значит, я думаю, Кир Булучев. Это неправильный ответ. У вас остается еще одна попытка. А еще какие там были-то? Владислав Крапивин либо Леонид Дьяконов. Ага, мне так нравился Булучев. Но не получилось. Значит, Крапивин. Да, Крапивин. А, ну вот, со второй попытки вы все-таки угадываете. Ура! Спасибо вам большое. Какой подарок вы выбираете? Я так хотел на ваш театр сходить. Так, то есть вы забираете билеты на мюзиклы, я правильно понимаю? Ну, а какой там еще есть? Вот, мюзикл у нас, конечно, сегодня. Все, спасибо большое. А, сегодня он, что ли? Нет, нет. Мюзикл сегодня у нас в программе. Показ мюзикл на следующей неделе, 25 ноября. Ага, хорошо. Все, не кладите, пожалуйста, трубочку. Оставьте ваши контакты нашему продюсеру. Я вам после эфира расскажу, как можно забрать билеты. Так, все, у нас остается 30 секунд. А все остальные могут купить билеты на КСРУ и КСРУ или набрать 261-666 и получить коллективные билеты. И поддержать таким образом детский музыкальный театр и постановки вот эти вот такие социально важные. Совершенно верно. Социально значимые. А если кто-то боится идти в театр, будет видеотрансляция. Стоит 300 рублей. Тоже можно 261-666 запросить доступ к видеотрансляции. И опять же поддержать детский музыкальный театр с его социальными проектами. Спасибо большое. Екатерина Оришкович, Дарья Чистякова, Яна Петрунёва, Софья Ардашева, Диана Золотова были у нас. Мюзикл «Звезда», 25 ноября. 19 часов. Драматический театр. Приходите. Культпоход на этом завершается. До свидания. До свидания. До свидания. Культпоход